Не смогу ответить на этот вопрос. У меня вообще правая рука была нерабочая. В своей жизни в Дагестане на сборах был два раза. У меня в то время еще не было телефона с фотоаппаратом. Умару сколько лет сейчас? Привет, друзья! Меня зовут Вадим Тихомиров. И сейчас здесь начнется интервью Петра и Яна. Некоторые цитаты из этого разговора вы могли видеть. Они довольно неплохо разошлись по российским медиам. Все потому, что его оригинал в тексте был опубликован на сайте matchtv.ru. Ссылка будет под этим видео. Если честно, последние интервью Петра мне казались немножко напряженные. И им чего-то не хватало. И поэтому, когда я готовился к нему и ехал в Аэроэкспрессе на турнир нашего дела, я постарался очень тщательно подобрать вопросы. Буду рад, если оно вам понравится. Буду готов услышать какую-то критику в комментариях. И пока еще остается некоторое время до боя с Суном Ядуном, в комментариях предлагаю вам порассуждать о двух вещах. Как он закончится и какие перспективы у Петра Яна в его категории. Подерется ли он с Умаром? Попробует ли взять еще раз пояс? Возьмет ли реванш у Шона Умели? Если честно, мне самому это очень интересно. И я буду рад услышать ваши доводы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там всегда все тексты появляются оперативно. Спасибо всем за просмотр. Петр, хочется очень простой вопрос задать. Как настроение? Все отлично. Настроение хорошее. Некоторые бойцы в этот момент говорят, только я голоден очень, в буквальном смысле. А ты чувствуешь себя такой жесткий голод от весогонки? Весогонка – это часть нашего дела, поэтому нужно принять это. И если тебя еще накручивает, то еще тяжелее получается. Марат Балаев, с которым вы неплохо общаетесь, он говорил, что надо уметь ставить заслонки. Вот когда тебе чего-то хочется, или тебе кажется, что-то не хватает, ставит себе заслонку и не думаешь об этом. Такой же у тебя метод? Может быть, Марат с тобой этим делился? Ну, как сказать, диета, кто с ней сталкивался, он знает. Ты хочешь пить, кушать образно. Но стараешься об этом не думать, чтобы не прогрессировать этим мыслям. Петр, ты не дрался год ровно с марта. А вот скажи, когда ты первый спарринг провел после боя с Мирамом? Вот когда ты прям полноценно 3 по 5 отработал? Можешь вспомнить? Это в Триланде было. На этой подготовке, да? Да, да, да. Это вот месяца получается сколько? 6,5, где-то 7. Я вообще не одевал перчатки. Ну, я не умничаю, но я от твоих коллег слышал, что ржавеешь. Есть такое понятие. Первый спарринг. Не чувствуешь тайминг, не чувствуешь дистанцию. Как у тебя было? Ну, это присутствует, да, безусловно. Ты подзабываешь. Реакция, внимание, так скажем, это все возобновляется при стабильной тренировке. Вот я хорошо помню твою подготовку к Кори Сенхегину, и было видно, что у тебя прям определенный круг спарринг-партнеров с тобой работали. Точно помню, что был Шара Магомедов, был, по-моему, Слава Свящев и еще 2-3 человека. Сейчас так же было? То есть ты позвал 3-4 людей и конкретно с ними спарринговал под Ядуна? Да, у нас было пару человек, мы тренировались в небольшом количестве. Больше такое было, даже индивидуальная работа, возможно. У Хабиба Нурмагомедова была популярная цитата, что двух пиков у спортсмена быть не может. Мне интересно, что ты думаешь об этой цитате. Считаешь ли ты, что может быть два пика, или считаешь ли ты, что твой бой с Жозе Алдо не был твоим пиком как спортсмена? Я считаю, что мой бой с Жозе Алдо и с другими соперниками это не было моим пиком, так сказать. Сейчас я ощущаю себя лучше. Видишь, ты роняешь, даже телефон роняешь. Что же будет с Сумомедовым? Он скатывается по столу. И сейчас ты подходишь к пику, как атлет? Сейчас я в своих кондициях хорошо себя чувствую, ментально хорошо себя чувствую, поэтому это тоже такой основной момент. Кого ты сейчас считаешь лучшим бойцом мира в своем весе в категории 61-200? Лучшим бойцом в мире? Сложно сказать, ответить на этот вопрос, так как очень много бойцов, реально в различных организациях тоже много бойцов, достойных, сильных. Не смогу ответить на этот вопрос. Петр, у тебя было несколько подготовок, когда и ты говорил, и про тебя говорили, что ты в идеальной форме, но в общем-то ты скрывал некоторые свои травмы, и потом уже люди рассказывали, что это могло быть не в порядке, это, это. А вот как нам сейчас думать о твоей подготовке? Что бы ты сейчас сказал о своей подготовке? Можешь ли ты опять сказать нам, что в лучшей форме, а мы будем подозревать, что что-то может не так быть? Я не могу сказать, что я в лучшей своей форме или в худшей своей форме. Бой все покажет. Судя по социальным сетям, Кайрат уже идет на рекорд по количеству отказов в визе. Считал ли ты, сколько раз ему не дали американскую визу? Считаете ли вы с ним? Ну, Кайрата 0,5 уже. Счет, да? Да. А сейчас он пробовал, да, получить, чтобы быть у тебя в углу? Да, мы летали два раза за подготовку, он улетал, и мимо все. А где сейчас пытался получить? В Джакарту летал, куда еще летал Кайрат. В Сербию, по-моему, кстати, вот куда-то в Европу мне казалось. Что-то такое-то. Да, и в Сербию летал даже, да. Если бы ему не отказывали, он бы был твоим угловым и был бы, как говорят там, главным тренером, в крайней мере. Да, сто процентов, если бы была виза, Кайрат был бы рядом. Он очень импонирует. Его подход, его сбалансированность, действия, видение ситуации, видение картины боя, умение, так скажем, в нужный момент, в нужной ситуации дать четкий анализ. Ну, Ильясу вчера одобрили визу, вот, хорошая тоже новость. Он прилетит и будет в углу, да? Ну, он ждет паспорт сейчас. Он подавал в Казахстане, ему одобрили визу, поэтому как только заберет паспорт, если, не знаю, со дня на день еще, возможно, успеет, но неизвестно, сколько там возвращают паспорт. День, два, три. Кто пока тогда твои угловые? Какой состав сейчас у тебя секундантов? Ну, пока у нас Леха, друг мой, Никита Михайлов тоже с нами прилетел помогать, помогает, но и с Артемом Левиным тоже. Расскажи, пожалуйста, а вот кто в твоей команде может указать тебе на какие-то твои ошибки, если они есть, и от кого ты готов это выслушать? Потому что в комментариях там пишут много людей, а вот кто тот круг людей, кто готов там тебя, может тебя покритиковать, и ты, например, примешь это? Да не, ну, я к критике отношусь здраво, в принципе, если она уместна. Всегда есть с чем учиться, всегда есть ошибки, так сказать, поэтому... В каком из трех последних боев ты сам с собой сильнее всего недоволен? Именно по работе, которую ты выполнил. Даже при условии, что там в бою с Мирабом, как я считаю, у тебя были травмы и не позволили тебе разобраться? Последние три боя, так, это кто был последним три боя? Это Стерлинг, Камелли и Мираб, да. Стерлинг, Камелли и Мираб. Я думаю, что... Ну, в бою с Мирабом у меня вообще право урока была нерабочая. Я там за... Сколько там раундов? Пять было? Там... Три-четыре раза ей ударить. Убиток как бы я уже, наверное, интуитивно ее выбросил. Вот. Я там бутылку с водой 0,5 не мог держать. У меня губа или передняя губа, как она называется, был частичный надрыв или разрыв там, вот. Потом... С Сомейли нормально вроде все было, только, ну, как бы, такие моменты. Со Стерлингом тоже, в принципе. Мне еще интересно, Кори Сентхегина ты уронил бэкфистом, а нокдаун в бою с Фейбером был после хайкика и с клинчем. А вот как ты сам сейчас видишь себя как бойца? Ты мастер спорта по боксу, на которого очень хорошо легли грэбдинг и борьба? Или ты универсальный боец ММА, и, грубо говоря, от мастера спорта по боксу тебя сейчас не так много в октагоне? Я, мне кажется, стал более универсальным таким бойцом смешанного стиля, знаете, так как по боксу я очень давно конкретно боксом не занимался, не выступал, и все эти навыки, безусловно, они подзамыливаются, так как у тебя накладывается совершенно другая дистанция для смешанных единоборств, где люди бьют ногами, это уже не боксерская дистанция, плюс борьба, клинчи, вот эти всякие вязкие моменты, они, конечно, тебя отягощают и перестраивают. Тем не менее, давно хотелось спросить, у тебя есть знаменитый высокий блок, на который многие обращают внимание, то есть очень высоко держишь руки, и считается, что в ММА так редко перекрывается. А это из бокса, и ты адаптировал это под ММА? Да, наверное, вот эта защита, ручки на месте, у головы, это, безусловно, это школа бокса, вот это боксерская база. Я так сам не считаю, но в комментариях под твоими видео постоянно пишут про сборы и про тренировки в Дагестане. Давай из уважения к этим людям ответим им все-таки один раз. Считаешь ли ты, что тебе эти сборы необходимы и почему ты давно не был в Дагестане на сборах? Ну, я вообще в своей жизни в Дагестане на сборах был два раза. Первый раз я был 13 дней, второй раз я был 14 дней, две недели. Ну, вот так вот если разобраться, 24 дня, многому ли я научился там, да, за 13-14 дней, конечно же, нет, но это отличное место, если ты хочешь повысить свой уровень борьбы, так как там очень много спарринг-партнеров, так скажем, в данной дисциплине. Я также был на сборах в Осетии несколько раз, в Бразилии, в Таиланде очень много тренировался с различными ребятами, борцами готовился, поэтому как бы говорить о том, что вот надо ехать в Дагестан, там, я не вижу в этом такого ключа прям, что это решение вопроса. Я от Георгия Емельянова слышал, как вы ездили на сборы в Бразилию, в Рио, в 2013 году еще, по-моему, и мне с того момента интересно спросить, а вот как ты сам считаешь, какие конкретные одни сборы тебе дали больше всего, вот условно самые плодотворные 3-4 недели на сборах, Польша, Рио, Дагестан, Осетия, вот что это было? А так не сделаешь вывод. Это все в совокупности. Каждый сбор, каждый лагерь, он дает свои плоды, свои какие-то ошибки, плюсы, и только с происшествием времени ты анализируешь и понимаешь, что реально, так скажем, ты приобрел. Нужно это проверить в боевой практике, после уже боевой практики ты тоже понимаешь, сработало ли это реально в экстренной ситуации, в реальном бою. Георгий мне рассказывал, что ты был один из немногих, кто пошел и купил себе ги тогда в Бразилии, ну или кимоно, как его называют, и стал именно полноценно по джиу работать. У тебя сохранилось оно? Просто интересно. Ну, то кимоно у меня не сохранилось. Мы, конечно, занимались там в ги 45 дней. Отличный опыт, мне понравилось, мне даже вручили синий пояс. Там классные фотки у Георгия есть в ВКонтакте, я их находил. Ты там джипсер настоящий. Ну да, у меня в то время еще не было телефона с фотоаппаратом. У Георгия был уже телефон с фотоаппаратом. А в прошлой неделе дрался Умар Нурмагомедов, от него была жесткая довольно реплика о том, что он может бой с тобой завершить досрочно. Задевает ли тебя это? Слышал ли ты вообще ее? И как отнесся, если слышал? Да, я слышал, но меня это не задевает. Умар, сейчас то, что ему нужно делать, ему нужно говорить, он и говорит, знаете там. Умару сколько лет сейчас? Он, по-моему, 97-98, 98-8. Ну, точно, я не знаю возраст, сколько там, 26-27. Да, где-то так 27. Ну вот, в это время я уже был чемпионом, понимаете. А у Умара еще не получилось это сделать, поэтому его это, безусловно, наверное, задевает. Можно сказать, что ты его в чем-то понимаешь? Ты же тоже, в принципе, так говорил, что ты готов там бить сильнейших бойцов твоего веса. Конечно, конечно, я понимаю его, я понимаю его, так скажем, мотивацию, его желание завоевать титул. Это нормальные, здравые, так скажем, мысли. Петр, я искал фотографии для текста о тебе и практически сразу нашел твое фото с флагом России из 2021 года. Взял ли ты с собой сейчас флаг? Будешь ли ты с российским флагом? Я взял с собой флаг, флаг всегда со мной, но если мне не запретят выйти с флагом, то, безусловно, я выйду с флагом. Знаете, момент такой, что я люблю свою страну, я родился там, живу, все мои родные живу там, поэтому для меня это честь от тех, кто сомневается в этом, там, выходит без флага, представляя свою страну, еще что-то, знаете, там, 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 где надо, образно, люди там могут сделать так, там, где выгодно или там, не знаю, если будет разрешено с флагом, конечно, я буду с флагом. Самое последнее, а какое у тебя сейчас в целом настроение перед боями? Раньше было видно, что ты прям такой очень заряженный, как такой небольшой танк пернул своих оппонентов. Можно ли сказать, что ты сейчас чуть-чуть с другим менталитетом бойца подходишь к боям? Да нет, почему? Я так же настроен на победу. Сейчас крайние дни, когда ты не особо заряженный, да, вот, но мое желание продолжать выступать не для того, чтобы просто там участвовать или там ради заработка. Я реально понимаю, что мои внутренние амбиции, мои возможности позволяют мне конкурировать с ребятами, которые находятся выше меня. А ты можешь сам себе что-то с матом сказать, выходя на бой? просто прям про себя сказать, типа, давай, или что-то такое говоришь себе, прям интересно. Да я вообще с матом много что могу сказать, как бы не вижу в этом, не вижу в этом ничего плохого, если это никому, никому не мешает, никому не, там, противоречит его. о себе. О себе мы можем сказать все, что угодно. с матом. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...